В Семине сегодня стартует областной конкурс «Педагог года-2018». Лучших учителей и воспитателей будут выбирать в течение недели. Претендентов 67 человек, и все они стали лучшими в своих муниципалитетах. Екатерина Кальченко сейчас находится на одной из основных площадок, где предстоит соревноваться педагогам. Это музей имени Славцова. Катя, добрый день. Какие испытания ждут учителей? Дима, добрый день. Испытания уже начались в музее имени Славцова. Сейчас как раз за нашей спиной уже начался мастер-класс у учителя по английскому языку. Мы пытаемся сейчас тихонечко говорить, чтобы ни в коем случае не помешать. Но если пройти немного дальше, то там уже самопрезентации, творческие презентации проходят у педагогов-психологов, где они рассказывают о себе и также о своих работах. Ну а в течение недели им предстоит показать не только мастер-классы и презентации, они проведут педсоветы, дадут разные мастер-классы и расскажут о своей работе. Ну и хочется отметить, что главное, на что делают упор в этом году, в педагоге года 2018, это на интерактивность. То есть хотят окунуть всех педагогов, преподавателей в какую-то вот такую атмосферу предприятий, прийти туда вместе с детьми и показать, что образовательный процесс может организовываться на абсолютно любой площадке города. Ну и сейчас рядом со мной находится участница этого конкурса в номинации «Воспитатель года» Юлия Муравьева. Вы из Тюменского района, Юлия? Я из Тюменского района, да. Вот скажите, с какой программой вы вышли именно на областной этап и чем готовы удивлять? Мы с детьми занимаемся изучением декоративно-прикладного искусства Тюменской области. То есть это такой большой объем работы у нас с ними. Мы изучаем Тюменское ковроткачество, Тобольскую резную кость, железные дымники, домовую, деревянную резьбу. То есть очень много таких направлений, по которым мы с детьми работаем. Ну и площадку для своего сегодняшнего занятия с детьми я выбрала тоже. Музейный комплекс имени Славцова. То есть здесь мы создавали половик с детьми. Я знаю, что для участников еще придумали очень много экскурсий, где они смогут побывать, вдохновиться. Вот что еще вас ждет? Ну, вчера очень была интересная поездка у нас в археологический музей на озере Андреевском. То есть вообще здорово. Прям наполнились энергией, которая зарядила нас, наверное, на всю неделю. И в пятницу, это 20 число, будет музей посвящен, ой, извиняюсь, не музей, в театр в честь 160-летия Тюменского театра. Спасибо большое. Ну, мы желаем вам, конечно же, победы. Ну, а я хочу отметить и добавить, что итоги подведут 20 апреля и выберут в четырех номинаций педагогов. Это лучший педагог-психолог года, лучший учитель года, лучший воспитатель года и лучший мастер года. Поэтому ждем результатов. Дима. Спасибо, Катя. Конечно, ждем результатов и желаем участникам достойно пройти все испытания.